Здравствуйте. Хотелось бы рассказать фрагмент из 11 занятия, где Ирина Николаевна нам рассказывала то, что у человека есть те кармические браки, которые его не пускают. Если, например, родители весы или телец, скорпион или овен, или когда человек пытается, не зная этой информации, построить взаимоотношения с этой противоположностью, то у них будут определенные задачи и препятствия, которые им нужно будет проходить, решать, то есть исправлять ту свою карму, которая здесь, по сути, и написана. Например, весы и телец, у них задача по жизни, коль они встретились, перестать быть озабоченным своим величием и без конца быть в депрессии, когда весы с виду, они такие замечательные, улыбчивые, прекрасные, но внутри у них состояние не забалуешь. Как бы кого-то использовать в вечной депрессии, выживать они за чужой счет, ищут поиск. И таким образом, когда они не справляются с этой задачей, то им приходится платить страданиями, проживать ту иллюзорную жизнь и не достигать то, что они хотят. Ирина Николаевна еще рассказывала, что вот три сценария, получается, за место этих трех сценариев у человека стоят вот эти вот будто палки, которые не дают не создать сценарий, да, а здесь происходит надевание сценария. И идет ровная противоположность, когда здесь не наработана роль. И сценарий с поражением или с победой он будет без конца выбирать сценарий с поражением, у него не будет мотивации развиваться, у него будет бесконечная лень, и тем самым бесконечное поражение. Он постоянно будет натыкаться на эту палку, то есть скатываться вниз. И за место... Точно, сверху вниз. Получается, эти как шурупы, как гайки в нашем цикле жизни, которые должен крутить, а крутится одна шестеренка, как одна палка. Рак и лев — это эгоцентризм. Что касается раков, им сложно найти свое предназначение, а лев — это грубость и эгоцентризм. Здесь у нас конфликт, здесь нежелание брать ответственность, и когда человек не берет ответственности, без конца конфликтует внутри себя или с другим человеком безосновательно, он будет без конца застревать в этой палке, не понимать, почему ему так жестко, плохо, одиноко. А на самом деле он попал вот в этот капкан. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучать женское и мужское начало и смотреть, как это объединяется в одном человеке, и как нам учиться верно работать и использовать это начало себе во благо. Когда у человека появляется какое-то желание, не переменчивое «сейчас хочу кофе, потом чай, потом сливки» и так далее, а такое, достаточно весомое, значимое для человека, и оно оформляется в задачу, мир всегда, если мы смотрим внимательно, показывает нам оплату. Мы некоторое время назад на одном из заметей рассматривали как раз ситуацию, когда человек сам, желая получить какой-то конечный результат, ставит на весы и взвешивает, а что он готов сделать ради того, чтобы получить результат, и готов ли вообще. И как раз здесь появляется идея, которая человека по идее должна вдохновить, запустить импульс, чтобы человек на дистанции выполнил определенные действия и самостоятельно дошел до конечного результата. Мир с нами общается декорациями и людьми. Люди всегда приходят и создают определенные ситуации, в которых нам нужно разбираться. Толкают человека по сути две вещи. Это задача выживания, за которую ответственно мужское начало, и женская задача — это задача состояния. Продолжая тему прошлого занятия, как раз там, где мы рассматривали, что мужчина — это вектор, это нисходящий поток, и это орел, который своим импульсом пробивает и свысока видит ту цель, которую он хочет получить в будущем. И мужчины смотрят из настоящего в будущее. Женщина, чтобы выжить, должна выстроить задачу состояния. То есть, как делают большинство женщин. Мы приукрашаем себя, одеваем, меняем, что-то из себя такое визуально-внешно сотворяем, чтобы найти того, за чей счет нам будет житься хорошо. То есть, за счет кого мы сможем решить эту пресловутую задачу выживания. У мужчин препятствия все вовне, и они связаны со страхом. Когда мужчине страшно что-то преодолевать, что он упадет, не получится, у мужчины возникает импульс, загорается, и он зажигает человека, и появляется намерение, которое на дистанции как раз пробивает это пространство, и своими действиями человек достигает конечного результата. У женщины по-другому. У нас все препятствия внутри. Мы болеем, переживаем все болью, и всегда это выражается как несоответствие. Продолжение следует...